Продолжение следует... Маленько что-то там во дворе копаемся. А, ну мы тоже, мы тоже не всегда можем на связь выйти. Вот. Сейчас вы можете говорить? Да, я вас ждал уже. Ой, спасибо, господи. Что-то в прошлый раз неполадки в интернет-соединении получились и... Вот. Можно продолжать, да? Да, сразу спрашиваю, как всегда, что у нас записываются, выставляются в интернет. Вы не против? Мы не против, все, мы уже с вами говорим. Все, продолжайте говорить. Если желаете, конечно, выставляйте. Да. Можно я продолжу, сформулирую снова этот вопрос, как у нас было, и свое видение скажу, что я хотел бы... Что я бы хотел знать? Значит, текст такой. Какое можно было бы взять правило, применяя кое? Можно было бы действительно представить более-менее объективную картину прошлого. Прошлого. Вот, дальше так. Правило такое. Невозможно событие или личность рассматривать вне широкого исторического контекста. Вот какой он предлагает, какой критерий. А что включается в этот контекст? Это все его текст. А в него включается уровень культуры, включая бытовую культуру, культуру ведения войны, культуру осуществления взаимодействия с врагом. Если в обществе, где не приняты пытки и смертная казнь, кто-то пытку и смертную казнь применяет, то с точки зрения ценностей общества, вот как интересно, почему это, значит, ценность-то не с точки зрения Евангелия, Библии, Слова Божьего, а с точки зрения ценностей того общества он оценку дает. Как-то я это не могу совершенно принять. Мало ли какое общество. Общество может быть какие-нибудь там дикие папуасы, у которых принято там каннибализм, такое было вроде как в истории. И что же, тогда это тоже надо принимать как нормальное явление, что ли. Далее. С точки зрения ценностей общества он воспринимается как преступник. А если в обществе были приняты пытки, как средство, дознание, никому в голову не приходило сказать, это плохо, все считали это правильно. А как же изобличать преступника? Надо любить его. Это он так говорит. Вы не видели ролик-то, да? Я слышал. И если оценивать деятельность того или иного государственного деятеля потому, что он участвовал в такого рода дознаниях, в современной позиции, то перед нами будет тиран. Но он тираном не был для своих современников. Любую историческую личность, любое событие нужно рассматривать в общем контексте. Если эта личность из того контекста выпадает в свои кровожа, ну в общем дальше я не стал кричать, он очень много говорил, но все вот в таком тоне. Видите, какое отношение. На мой взгляд это просто какая-то ужасная просто вседозвольность, беспринципность. С такой позиции можно оправдывать на любое преступление, все что угодно. Прав ли я или нет? Да, вы правы. Но если вопрос задан от человека, а не от быка. Потому что быку поклонялись иногда, что позволено, говорят, зепсу, то не положено быку. Я просто говорю о том, чтобы помнили, что мы люди сотворенные по образу Божию. И вот то слово культура, которое часто у вас повторялось, оно отсутствует в Святой Библии. Иоанн Златоуц говорит так. Если есть закон, хороший он или плохой в Персии, в Греции он не соблюдается. Да и в Персии он временами меняется. Новый император пришел, новый падишах, и он изменяет все. Но есть один закон, который дан непосредственно от Бога. Не от масонов, не от похоти человеческой, а от Бога непосредственно. Этот закон есть один для всех наций, для всех времен. И где бы ты ни был, для тебя только этот закон. Вот я здесь нахожусь в Барнауле. Сегодня 31 марта 2015 года. Я в руках держу Евангелие. И Господь говорит на горной проповеди. Там было ненавидеть врага, а я говорю вам, любите врагов. А я, то есть, противоположное. И как будут думать, пытать там кого-то, шпионы. Меня это совершенно не касается. Я должен только думать, что мне сказал владыка, который дал мне жизнь. Он дал, никто. Перед которым я предстану на суде Божьем. И будет решаться моя участь вечно. Где мне быть? Справа или слева? 25 глава Ивангелия Матфея. Я это понял 53 года назад, 27 сентября в 17.00. Город Венсполс, Латвия, Карла Розенберга, 18.4. Все. Я встал с молитвы, и я понял, вот то, что задавали, это у меня там было. Я много занимался политическими системами мира. Для меня это все близко так. Но когда я встал с молитвы, я понял, тот человек умер. Теперь новый родился. Надо было родиться свыше. И эти вопросы меня уже больше никогда не касались. Я попросил у Бога прощения, что так долго, целых 23 года, я не примирился с Богом. Я узнал, что за меня умер Христос. Он освободил меня от рабства тлению. Он дарует мне жизнь вечную. Он пролил кровь, причистую в оставление грехов. Я это все принял. И теперь у меня особое правило. Я учусь в высшем мореходном училище. Говорят, к Богу люди приходят, потому что что-то в жизни у вас неладно было, и поэтому вас зажали. У меня напротив все было так, как ни у кого. Отменное здоровье. Служу в морском флоте. Вышел на гражданки тоже моряком. Какое у меня здоровье-то? Денег у меня хватает. То есть абсолютно все есть. Учеба у меня потоком идет. Добился разрешения за один год сдать три курса. На немецком, английском или французском. Любой предмет. И в это время меня Бог остановил. Я сейчас закончу. Остановил. Это не надо тебе ничего. Человеческое знание надбивает. И я не пожалел, связал книги и бросил в подвал. Все. Теперь на столе осталась Святая Библия. А мне идти на корабль? Я только перешагнул этот борт, который дырявый, чтобы волна убегала с палубы. Называется фальшборт. То есть паршивый борт. Я через него перешагнул только, когда наш лоцманский катерок доставил туда. Вечером. Я первому матросу сразу сказал, живем неправильно. Жить надо для Бога. Для меня правила все изменились. Что там было, я посмотрел. Могу я этими правилами сейчас, которые были, войти в то, во что я сейчас есть? Могу я работать, не нарушая правила? И вот мне Бог сразу и показал, торговать с Богом не надо. Теперь новый закон. И вопросы, которые вы задаете, был я у дикарей. Для меня нету этих законов. Закон один. Я смотрю выше голов, выше времени, выше национальности, выше всякой культуры. Как тебе угодно. Слушай, трап твой. Говори, Господи. Все. Я отвечаю только с этой позиции, что с меня будет спрошено. Когда я умру, душа выйдет из тела, пойдет по мытарстам и прочим. Для меня этих вопросов в деталях разбирать нету. Я могу сказать, на какой, вчера я сказал, на какой версте находится человеческое общество. Вот и все. А вот Далис, у него план там, а вот теперь Гарвардский проект, расчленение России там, ну и прочее. Военно меня это не касается. Почему я смертный, я умру. И остальное уже за пределом. А почему? А вот злота этот, Александр Исаевич Солженицын говорит, если ты пошел в тюрьму, шагнул за порог, ты скажи, я пришел умереть. И сдохла собака. Все. Ни один тебе КГБшник, НКВДшник уже не подступится. Я разговаривал с баптистами, которые сидели, со священниками. Всем до единого предлагали КГБ сотрудничать. Что-то сбавить, срок, там лучше лагерь вместо, ну, бывает строгий режим, а бывает общий режим. Ко мне ни разу, ни один КГБшник не подошел. А теперь все говорят, а почему? А потому. Вот он меня вызывает, когда я сейчас здесь был, первое, допрос меня, я ему сразу говорю о Христе. Сразу. Теперь не поймешь, кто кого допрашивает. Меня следователь допрашивает, а я ему говорю о Боге. Следователь обращается к Богу. Следователь КГБ обращается к Богу, становится священником. Ко мне завозят еврея показать. И он делается священником. Еврей, природный, чистопородный. И делается православным батюшкой. И у меня опыт есть. Приезжает не кто-то, а племянник, племянник Суслова, главного идеолога СССР, Михаила Андреевича. И он у меня обращается. Делается иеромонахом. В моем доме это все, я о них говорю. Это Бог делает. Человеку это невозможно. Он историк. С высшим образованием. А у меня-то образования никакого нет. Я просто строитель. Техникум. Я знаю моего Бога. И Бог обогащает знаниями. Что сказать, ответить. И вот идем с этим историком. Я ему говорю, как эта история, на каком этапе, как вот идет. И что вот этот Ленин и прочее. Они ничего не знали. Ими руководили другие. Это пешки. Да не может быть. Я говорю, Гитлер основатель Израиля. Не просто гонитель, а основатель Израиля. А сейчас везде об этом пишут. А мы идем впереди. У нас там мосток через километр. Я говорю, дойдем до мостка. И ты будешь такой же, как я. Да никогда. А еще он не обратился. Все еще комсомолец. Республиканского масштаба. Когда мы дошли, остановились. И он говорит, я другой. Вот и все. Это Бог делает. И поэтому ваши вопросы к тому человеку, которого здесь нет. Я могу сказать на основании рожденного, заново человека. Не надо на это смотреть. Ну а как же, вот та Порошенко, там Петр так. А вот Путин, паутинка тут так. Для меня это нет. Я за обоих молюсь. За Владимира, за Петра. Господи, выразуми их. Чтобы издавали мудрые законы. Строго управлялись страною. 101-й псалом выполнили. У них в руках меч, чтобы обвоялись их. А ты? А я только молиться могу. Другое мне не дано. Я иной. Ино бытие получил. Я в Боге, во Христе. И поэтому эти вопросы меня совершенно не касаются. Почему? А мне разницы нету. Буду я завтра в Турции. Нынче как раз я был там. Буду я в Америке. Буду в России. В царское время был бы при Иване Грозном. Разницы нет. Я пошел бы на костер. И они поняли, что со мной разговаривают. Вербовать меня не придется. И ни разу не заикнулись. А только когда-то было. Я уже вышел на свободу. И один мне звонит. И говорят. Мы вот слышали тут. Приезжали оттуда. Я говорю. Ну и что? А вы не знаете, кто это был? Им надо знать. Я говорю. А вы знаете, с кем разговариваете? Ну что? Я по вашему ведомству два раза проходил. Два ареста имел. И что больше мне никогда не звонили сюда. Все. Извините, извините. Они культурные очень люди. И больше ни разу не заикнулся. И нигде. А товарищи, я знаю, только посмеялись над ним. Вот. И это тогда, когда я и ни в чем не подчиняюсь. Вот приехал здесь Дворкин, главный сектолог Александр Леонидович, патриархии. Это его все знают-то. Ну все знают. Вот. Я сейчас скажу об этом. И вот он в епархии. Собрали силовые структуры. Выступает. Он. А кто-то возьми-то задай вопрос. А кто такой Лапкин Игнать? А он начал там прести около церковной, все православные. А там, не знаю, какой чин у него был. КГБ, ФСБ теперь встал и говорит, а мы, говорит, папкина уважаем. Он никогда за пазухой камня не держит. И они все сели. Вот и весь сказ. Почему? Потому что у меня другой закон прописан. А эти законы, они для меня умерли. Не существуют. Они временные. Они ошибочные. Потому что они по человеческому разумению. Я подчиняю Всевышнему закону Бога. Вечному. Который войдет в вечность. Вот так. А кому вы подчиняетесь по церковной визине? Кто вы? Митрополит Иларион. Фамилия его Капрал. Русская православная зарубежная церковь. Капрал? Которая... Капрал. Фамилия его. Капрал. Это русская зарубежная церковь. Митрополит. Иларион. Ну, вот у патриарха Кирилла, у него гундяев. Фамилия-то у них есть. У него фамилия Капрал. Я понимаю. И вот мы относимся к тем, которые приняли акт о каноническом общении. Поэтому в патриархии она к нам приезжает, вместе служим. Но мы им не подчиняемся. Мы это все видели. Мы годы. Весь отрицательный. Мы годным подходим. Да. Такой сторонний вопрос. Ваш брат священник же у вас. Про терией. Ну, про терией. Это просто мне интересно. Он тоже вот отчетность какую-то посылает своему... Никогда. И никогда не посылали. Я спрашиваю, потому что вот наш батюшка сейчас, он буквально замучен, задавлен. Горы каких-то бумаг, горы каких-то отчетов. Он только, значит, с этими бумагами там бедный и возится. У вас не так? Вот перед вами лист. Вам видно его, нет? Видно. И вот такой лист к нам был 22 года назад. И такой он остался за 22 года. Ни одной буквы не написали. И с нас никто не спрашивает. У нас нет торговли, ни свечи, нигде. Я пришел в налоговую инспекцию, меня вызвали. Ну, вы же православные. Да. Ну, вас крестят. Крестят. Ну, за крещение-то они берут там 500 рублей. А у нас бесплатно. Ну, а свечи? Ну, есть у вас свечи? Я говорю, есть. Ну, так вы же продаете, нет? Я говорю, мы складываемся, покупают воск на пасеке. Бабушки льют, а батюшка ставит сколько надо. У нас деньги не появляются. Ящик висит на нужной церкви, кто сколько положит. Но все платят десятину. А десятину это добровольное пожертвование. У нас нет отчетности нигде. Вообще нету. И мы проговорили это, когда устав составляли. Свечу не имеет права трогать никто поставленную. Она должна догореть, помигать и погаснуть. То есть у нас тагарки не воруют. И все. И они покрутились. Из кабинета в кабинет побегали. Ну, да как же так? Православно ничего нету. Нету. У нас движения средств нету. Нуль. Хотя у нас есть специальный человек, который отвечает за эту область, так как по регистрации требуется. Когда я заинтересовался вами, вашей общины, я себе вот так вот тут написал немножко характеристики, что мне понравилось вот у вас. Вот, например, такое вот у меня, ну, критерий анализа во свете Библии. Ну, очень даже понравилось, потому что, ну, понятно почему. Очень для меня важный пункт, значит, обязательная подготовка перед крещением. Это вот у вас происходит. Это, конечно, большая беда, что у нас этого не делается. У нас, допустим, почти три тысячи крещено у нас в храме людей, а прихожан-то... Вот сейчас дают в одной епархии томской, крестили за эти годы 50 тысяч, и ничего нету. Это говорит Дмитрий Смирнов. Хотя какая возможность? Да, вот тут единственная возможность, что человек сам идет. Так, вы низко, голову поднимите повыше, а то вы шли за экран. Вот так. Я сейчас... Да, да, говорите. Приходит сам церковь, то есть он уже как бы пойман. Он сам хочет, что-то хочет от церкви. В этот момент его, если его, значит, оглашение ему проводить, то ему деваться как бы некуда, и он уже все равно может какую-то информацию и что-то понять, что-то применять, что-то действительно, действительно что-то получить. А не просто пришел и ушел. Ну вот они говорят, сейчас патриарх сказал вести катехизацию. Я говорю, как? Ну, по 20 минут бывает два дня. Я говорю, у нас 450-500 часов академических. Сегодня эти 20 минут дадут. Ну, я говорю, у нас 500 часов. Я знаю, да. Это вопрос. Мы проходим весь Новый Завет. У нас каждый, кто подает заявление в писанном виде, даются два поручителя. Потом церковно-приходской совет будет решать, допустить нет. И тогда батюшке мы эти данные даем. Вот он. Прилетел, видишь? Мы видели. Я смотрю ваши ролики. Голубец, Голубец, вашим знакомым. Вот так. Да, да. Держи. Запрет торговли в храме. За полный запрет. У нас нет этого. Ну, да, я знаю. Благодаренное поведение во время богослужения. У нас так. За 7 минут, допустим, служба начинается в 4 часа. За 7 минут все должны войти, а кто опоздал, будет стоять в притворе. Вот. И 7 минут мы стоим молча молимся, даже не крестимся, чтобы было богослужение огненное. Чтобы батюшке Бог дал смысл поблагодарить за неделю. И тогда врата открываются, тогда начинается богослужение. Этого ни в одном храме нету, нигде, во всей России. А все тут понятно. А когда был молитвослов, вызванный при патриархе Алексеем I, там написано, встанешь на молитву, приведи чувство в тишину, не торопись молиться. И когда встанешь, не искушай Бога. Это в молитвослове написано было. А у нас это применено на практике. А кто опоздал? Опоздал будет стоять до времени, когда будет разрешено. Оглашенный зайдите там за грех отнущенный, или кто-то бороду попортил там. Он будет стоять с оглашенными. Они выходят, отдельно уже не видят литургии. А кто опоздавшие, свои верные. Ну, бывает по причине какой-то опоздали. Они там во время заходят, потому что верные должны зайти. Тут все просто. Апостол Евангелия у вас на русском языке? А все библейское у нас считается на русском языке. Библейское. Это апостол Евангелия, псалтирное чтение. Но если этот псалом поется, то поется на церковно-славянском. Вот. Если поется. Вот так. Ну, и мне надо приятнее. Ну, да, конечно. Простите за плохой вопрос, Игнать Тихонович. Люди спрашивают. Вы в курсе новосибирского скандала? Нет. А какой? Когда? Ну, там театральный скандал. Нет, я не слышал. Ой, слава богу. Это сейчас который? Да, сейчас и делаем. Сейчас я не знаю. Ну, ладно. Ладно. Да. Вот еще что хотел спросить. Раз уж мы с этим вопросом, в общем-то, порешили, хотя... Как мне вот это вот... Такое... Ведь это же вот сказано было, вот так, что мы говорили в начале, то есть непростым человеком. Это все-таки... Это же все-таки сам патриарх такое говорит. Как-то не очень мне это... Не по душе. А что именно? Ну, то, что... Вот о чем мы говорили в начале-то в самом... Вот про это... Про критерии оценки исторических личностей. Да нет, это совершенно не по Евангелию. Не оценено основание Святой Библии. И что сказали святые отцы. И это безошибочно, и притом навсегда. И внуки, и правнуки это будут читать, о чем мы с вами говорим сейчас. Вот на основе такого мнения, вот так вот как... Такого критерия. Сейчас, значит, в церкви, возле церкви столько много появляется, значит, вот этого самого... Прославления. Пытаются прославить Ивана Грозного. Тут же, значит, реабилитировать Сталина. Вот такие вещи неприятные для меня. Вот как-то... Вы только знаете одно следующее. Кого они будут еще канонизировать, будет антихрист. Они уже готовы. Вот я, собственно, про это и хотел сказать. Это Осипов, Алексей Ильич, я в чем-то там не согласен, что бритый там, он в галстуке масонском. А здесь полностью правильно говорят. Русские первые примут антихриста. И русский патриарх будет его венчать на царство. Пробедовы. Тоже такое складывается впечатление, что вот это... Восхваление вот этих всех вот таких деятелей, как бы подготовка какая-то моральная к принятию антихриста. Да, да, вы правы. Именно так. Мы должны знать Христа. Ей, Господи, гряди. Все время, каждую минуту должны быть готовы его встретить. От этого зависит моя вечность. А что думает патриарх? Яну Златоусту говорили, а вот такой-то священник говорит вот так-то. Он говорит, я вам показываю закон владычный, а вы мне чужие грехи. Это не один к одному. И весь ответ. Понятно. Спасибо, Господи. Вот и сейчас, Игнарий Тихонович, есть у меня брат тоже во Христе. Собственно, у нас тут в деревне всего двое, с кем можно о Боге поговорить, о чем-то. Всего двое. И вот мы с ним разошлись. в таком мнении там высказались как-то резко обосипали. Что у него галстук и все такое. И он на это обиделся у меня. Ну, я же не... Ну, мы тоже, мы косик... Вы ушли вниз, вас уже не видно. Вот так. Так, вот хорошо. Так, ну и что обиделся? Так, это его вопрос, а я-то не обиделся на него. Так вот, говоря, короче говоря, вы не могли бы Осипова похвалить для него? Могу похвалить. Могу похвалить. Похвалить за что? Что он правильно понимает о том, что не надо канонизировать Сталина, не надо вот это делать и не надо царя называть искупителем. Это он говорит абсолютно правильно. А в очень многом он говорит, как человек, много знающий, маловерующий. Я ему посылал свои материалы к истинному православию. Я 40 лет материал, книгу собирал. Это не два дня. Он отозвался очень положительно об этом. Я разговаривал с ним по телефону. Лично я с ним не встречался. Но одно то, что он безбородый, пусть он объяснит, зачем. И такие же от него выходят ученики. Он перепортил-то десятки тысяч священников. А одно то, что он при советской власти был уже профессором, при советской власти. Это говорит, каким надо быть-то, когда в семинарию-то не принимали, пока КГБшником не станешь. Но тем не менее, посмотрите, какие хорошие у него лекции. Как много он о семье хорошего говорит, о сути христианской вере, все-таки у него очень много. Но в это много надо смотреть. Он иногда манипулирует данными, которых у святых отцов нету, а он ссылается на них. Это нету. И далее он понимает гиперболическое выражение буквально. Это святые отцы запрещают. Он говорит, горы прыгали как агнцы. Они не прыгали никогда, Златоуст говорит. Это образное гиперболическое выражение, восхищение. Привезли к общек, когда были перестемляне, воевали с Израилем, и написано, Израиль так радовался, что, ну, как сказать, икону Владимирской Божьей Матери привезли, что земля проседала, нигде она не проседала. Это образное выражение. Мы так, говорит, кричали здорово, что, ну, начинает человек добавлять что-то, деревья кащались. Ничего они не кащались. И вот он, когда Златоуст говорит, воскрес Христос и ни одного в Ааде. Правильно он говорит. Но это не означает, что он вывел всех. Так никто не учил. Это образное восторженное выражение такое. Все, то есть многие, вышли. Но не все. Иуда не вышел. И все остальные там остались. Ну, это такой спорный, конечно, у него вопрос, про этот, про Ад, в общем-то, не такой, я думаю, что это важный вопрос. У него другие важные вопросы. Ему задают вопрос, женщина в брюках как? То есть это мерзость. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. А он это оправдывает. Он оправдывает все, всю мерзость, какая есть в церкви. Вот в чем дело. Это вы просто не знаете, где его ухватить. Если конкретно по определенным моментам будем слушать, я покажу, и он никогда не ответит. Он отвечает там, где сидят перед ним люди, не знающие закона, не знающие канонов. Он против канонов свободно поступает, как будто они не нужны нигде. Каноны не на один день данные. От него какие выходят священники, вот я вижу, ну, каков поп, таков и приход. Каков профессор, таки не студенты. Знаете, опять же, нельзя же, наверное, говорить полностью обо всех. Нельзя. Я и не говорю. Я говорю, что абсолютное большинство делает не так. Ну, сколько? Ну, 90%. А протериарх Алексей говорит так. Я говорил, крестить только в полное погружение. Но 98% священников меня не слышат. Прошло полтора года, и придется принимать канонические меры взыскания. Патриарх Алексей Второй говорит, 98% делают, что им вздумается. Это не мои слова. Вы послушайте, что он недавно говорил про крещение Осипа. Вот его лекция «Церковь сегодня» это за декабрь. Можно креститься и остаться вне церкви, не войти в церковь. Кавычки открываются. Если ты веришь и приступаешь к крещению, пишет преподобный Марк подвижный, то Дух Святой дается тебе тотчас по крещению. Если ты лукавец и не веришь, то и по крещению тебе не дается, кавычки, закрывается. Дальше. А мы, это очень положенные слова, а мы главное крестить. Не о том, что главное поверить. Ну, хорошие слова, правильно? по порядку давайте, чтобы одно на другое не нашло. Он сейчас говорит, который вопрос ему не задавали. Мы говорим, крестить надо только в полное погружение. Если моченые, он не крещеный, обманутый. Он заговаривает, уводит другую сторону. Подождите, Игнарий Тихинцев, он говорит тоже о важной стороне крещения. Но это правильно. Что без веры крещения тоже не... Мы об этом не говорим, он прав. Но речь идет о том, что крещения-то нету. Пусть они ответят, вот венчают, когда венцы сзади идут, над головами держат. Вы видели как? Венчания-то нет в церкви. Вообще нету. Венцы-то не надеваются. Бракосочетания есть, а венчания нету. Когда это стало такое, чтобы венцы не надевали. Если спортсмен венец получил, ему надевают. Царь надевает венец, он венсоносный царь называется. Нигде этого не было, чтобы сзади держали. Это они безумствуют. Почему? И они названы единственное место во всей Библии, где называются лютые волки. Лютые. Господь говорит, посылаю вас, апостолов, как овец среди волков. Волками называются иудеи, масоны, коммунисты, фашисты. Волки. А священники, епископы, лютые волки, бешеные. И положение в церкви нельзя исправить. Будет полный отстрел и выжжет. Бог выжжет их всех и снова из Вавилона наберет свой остаток. А они что делают? Вы бы знали, вы, может, близко не встречаетесь. Посмотрите, крещения нет практически, ну, мало-мало где. Если они его ладошкой помощили, они не будут допускать до крещения. Они сговор имеют. И мне вот это мощение кажется, как печать Антихриста. Ни под каким видом уже не будут крестить. Ну, не было. Был обман. Почему не крестите? Меня вот тоже, батюшка, просто налил на голову. Ну, это не крещение. Слово крещение переводится по погружению. Другого перевода нету. По погружению, баптизантос. нету крещения. Вы были обмануты. Почему? Кирилл Русалимский говорит, скрываясь в воде, скрываясь, не на капельном полу стоит. Мы умираем, выныривая из воды. Где ты выныривал, когда ты стоял возле тазика? Выныривая из воды, мы рождаемся для новой жизни. Ты не умер, и ты не воскрес. Ты не умер для прежней жизни. А чтобы веровать, что нужно? От воды и духа. А может, и слюной, а может, песком. Песочные мерзавцы. Нигде, никогда в церкви этого не было, чтобы так делать. А почему делают окатоличные? От католиков ухватили эту заразу. Бритые. Да где они бритые? Посмотри по иконам. Где ты видел бритые образы? Ни пророки, ни апостолы не брили бороду. Это, вот допустим, у тебя дочь, не дай бог, о ком-то скажу. И она попала в чужие руки, она была обесчещена. Что значит обесчещена? Потеряла девство. Она была обесчещена. Но когда бороду им наполовину отрезали, полбороды, написано, послы Давида были очень обесчещены. То есть, это больше изнасилование. Они подряд стоят и попы, и прихожан, их в храм пускать нельзя. Вот у нас спросят, а у вас как у нас ни одного такого нет? Ни одного нету, и не будет никогда. Почему? Есть правило. А они уйдут, Златоуст говорит, все уйдут, но правда не уступлю. Они боятся друг друга, боятся, что заход у них будет меньше. Корыстолюбие, корысть и трусость. Трусость и корысть, вот главное, зараза. Они из этого выйти не могут. И поэтому всякое известие о правильном крещании, они в штыки принимают сразу. Недавно говорил об этом Алфеев, Иларион, митрополит. И он говорит, во всех учебниках у нас написано крестить только в полное погружение. Об этом говорит митрополит Пиларет. Об этом говорят апостольские правила. Все жития святых, они как будто ничего не видят. Ни один сектант не крестит так. Сектанты опрокидывают, они не в смерть крестят, а в положение во гроб. Но они в воду погружают. И старообрядцев за 300 лет ни одного не мочили. Что доказывать-то? А было до этого? Никогда не было. Вся эта зараза вползла уже после Никона. Нет другого, нету. И Евнух, и Филипп оба сошли в воду. Вы считали 8 глава Деяния Апостолов? Зачем? А зачем ходить-то? Взял черепушку из раковинки, дополил его, как католики рисуют эти иконы у нас. Христос был примером для всех. И он сошел в воду. В Иордане. И где написано крестили в Яноне, в Близь Янона, где было много воды. А зачем много-то воды? Достаточно наперска и слюной можно крестить. Я их называю слюнявые песочники. Ну. Да. Тяжелая. Тяжелая у нас ситуация. Никакой ситуации нет. К нам приезжают священники, романахи. Вот нынче 12 июля будет крещение. Принимают крещение и уезжают. В вашей районной библиотеке мои все книги есть. Во всех районах. В вашей. Да, в вашей книге я их... Они у меня есть в электронном виде. Да, в электронном виде. А они эти... Я проехал по всем этим... Новосибирской. Каждый район. Алтайский край. Что-то такое. Что-то такое. О-о-о-о. Ну, что скажете? Ну, замечательно. Правда, я еще все не прочитал. Но это... Чудесно. Это я у отца Павла взял. У отца Павла. Так видите, что... А наше... Вот это изданное, чтобы в одном издании, в трех томах было с откровением, это впервые за 2000 лет вышло. Да, конечно. Чудесная вещь. А какие? Репродукции-то какие? Да, да. Это мы раскрасили, мы. Это наша раскраска. О! Мы все не возьмем, мы везде всегда идем впереди. Почему? Потому что мы стараемся, и Господь нас подталкивает. Даже один внешний вид, и тот радует. Ну, конечно. Видели, в библиотеке у Путина стоят книги эти. Там телефон у кого звонит? Что еще я хотел с вами поговорить? Без нас этим крещением теперь не знаешь, что делать, как бы. Я говорю, что отец Павел знает. У нас все приезжали 12 июля, нынче будет крещение. Нынче будет. 12 июля. Мы всем маршруткой, я вам скинул все. Вы видели? Так и местно. Да я тут местно, я тут все знаю. Все, вот тут все. Тут играть не приходится. Это моя душа одна. Одна. Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, ну, такие ситуации, они в деяниях описаны, когда при правильном крещении сразу Дух Святой сходил на людей. Да. Начинали они там даже что-то там, с ними что-то случалось. то есть как-то проявлялось вот это очень даже объективно, воочию. Что-то такое в настоящее в наше время бывает при правильном крещении? Не бывает. Вообще этого нету. Почему? В третьем веке кончилось. Иоанн Златоуз говорит, я в этом не нуждаюсь. Иоанн Златоуз говорит, я верю. Это было из-за неверия дано. Когда люди получали это, говорят, языки суть знамения для неверующих. То есть они не знали приняты, не приняты. Евреи им долбили язычников. Гоев этих Бог не принял. И тогда Бог дал этот дар как печать. Только в из-за этого. А мне, говорят, это не нужно. Я вот в жизни не слышал ни голоса, не видел. У меня ничего не было. У меня вера все это победила. У меня есть большая, огромная вера, которую я стараюсь подтвердить моими делами. Жизнью, самоотверженным служением, полной отдачей. А за чудеса, вот я умел бы сейчас чудеса делать. Сейчас прикоснулся к голубю, а уже рядом овечка стоит. Плюнул на нее, она в быка бы превратилась. Я не могу этого делать. Да мне это не надо. Мне хватает этого мяса, я не ем. У меня другое чудо. Чудо веры в Бога. Желание угодить ему, служить. Вот у нас юноша, подойди, Володя. Вот он сегодня говорит, я, говорит, причастился в это воскресенье. И такое, говорит, у меня ликующее состояние, а тот самоделся прям не знаю от чего легкость. Это внутреннее ощущение. Это ощущают люди. Это нам дано в Духе Святом. Я не пророк, всем говорю, я не пророк. Я просто верующий, который любит моего Господа. И желаю вечно быть с Ним. Я знаю, я много ваших роликов смотрел, знаю вашу позицию. Вы, конечно, счастливый человек. Какая ваша жизнь, я вам завидую неимоверно. У меня совершенно не так. Ну, все есть, то есть. Но мы никого не отталкиваем. У нас очень серьезно приходят, отвечают на вопросы перед крещением. Но наше решение, вот 10 человек, церковно-приходской совет, мы пишем, кто проголосовал за допущение, как крещение. Это носит только рекомендательный характер. Батюшка поступит, как он желает. Но мы ему даем данные. и, как правило, батюшка обязательно поступит так, как сказали. Он знает, если против будет, ему нужно будет доказательство. Думать надо. Думать надо, конечно. Вот у нас сейчас приезжают нынче из Германии, из Франции. В прошлом году много из Казахстана приезжали крещение принимать. Приезжают священники, принимают крещение, возвращаются и дальше служат посковской патриархией, конечно. Все. Сектанты, которые обращаются, у нас все крестятся. Что вы можете сказать? В нашей московской патриархии как вы оцениваете настоящих таких священников? По вашим критериям много ли? Мало. Ну, примерно процентов. Ну, не знаю. Может быть, процента 3, не больше. То есть, не абсолютно это падение? Которых я знаю. Всех я не знаю. И с кем общаюсь, там некоторые священники готовятся приехать покреститься. Они гонимые. Я так думаю по себе даже 5% дать не могу. Почему? Потому что патриарх Алексей давал только 2%. А Кирилл приехал, когда на Востоке был, говорит, состояние духовное развалины. Это не я определяю. А я раз проехал от Дальнего Востока до Португалии, у меня есть сведения. Я лично это видел и знаю. А как патриарх Кирилл мог оценить, если у него методы оценки вот такие, о чем мы говорили в самом начале? Молиться надо. Мне не дано право ни еще другого делать. Я знаю, что неправильно, за это придется отвечать. А не так, что тут плохо, я пойду в другое место, пойду там к кому-то. Я никуда не пойду. Я здесь трудился, буду трудиться. И я вижу результаты. Во многих местах строят купели, занятия ведут. У нас побыли, которые стали детские лагеря образовывать, но как наши они не могут, говорят, а то у вас слишком крутой лагерь. У нас встают пять утра. ежедневно чтение Слова Божия. Они у меня, дети-то другие совсем. Через месяц уезжают, родители не узнают. Даже приезжают наркоманы, и они исправляются. Почему? Молитва, послушание, строгость. У нас все очень серьезно. А нас вот услышала и прилетела из Лондона, Лондона, директор Кэстонского института, Ксения Дэннон, чтобы увидеть, и говорит, когда побыла, то сказала, мне, говорит, и в половину не сказали, как цариса Савская о Соломоне сказала. А потом такую прекрасную статью в интернете поместила. Нам есть что показать. Не потому, что мы какие-то особые, а потому, что мы любим нашего Господа. А кто Господа принял, тот все богатство вобрал в себя. Да. Нам радостно жить с Господом. И мы, ну я скажу, что мне Бог дал это знание, я отвечаю на вопросы, я никогда не выгадываю, а выгодно будет, не выгодно, я скажу, он отойдет, а вот так меня отлучат. Мне разницы нет, патриарх это, папа римский, мне разницы никакой нету. Я смотрю выше головы, как Бог сказал. И все, а дальше Бог сделает так. Он сегодня воюет, а завтра говорит. Вот у нас был здесь митрополит, он архиепист, в Тобольском был, Едион, может захватили, нет? Нет, уже нет. Вот, а потом он был ставропольским митрополитом. Я просто знаю, что был. Да, и вот он, когда уезжал, а мы с ним часто были вместе, беседовали, он строжился было, а было, располагался. И вот он уезжал из Тобольска, сказал, я в 13 лет был в Сибири, а у него предложил Алтайский край, это тогда епархия была, Новосибирская область, Кемеровская, Красноярский край и Тува. Пять регионов, это все под одним было. Но были священники, и он говорит, ни одного у меня не было, который не лгал бы, там и не листил. Он говорит, был только один человек, который мне правду в глаза говорил. Это у меня любимый порог Михея. И это он сказал священникам, и говорит, все вы лицемеры. И в то же время он способствовал вашей опасности. Да, да, да. Да, ну, несмотря на это, то были моменты просветления, были моменты, когда я его звал на благовестие, а он такой, да куда я с такой утром, вот так вот себя по пузу. Помню, как-то заходим, я приехал, он откуда-то шел, и мы в ограде еще встретились, и идем. А прихожая, много священников, я не знаю, там прям много было. Я один соскочил, Владыка, мне вот надо ехать, я бы я так долго ждал. Сядь, Игнатий дольше вас ждет. Ждет вашего покаяния, говорит. Вот мы зашли, вот один раз было, и он мне показывает, говорит, вот книгу мне подарили, тут приезжали, кардинал католический, ну, и такие вот подарили, книга хорошая. Я говорю, а что там хорошего? Ну, вот тут так вот написано, и начинает читать. Только начал читать, я говорю, неправильно. Как неправильно? Даже кардинал, я говорю, неправильно. Он говорит, что Сандиай, это по-английски, воскресенье, там и никогда солнцем не был Бог назван. Я говорю, назван. Псалом 83, 12 стих. Он такие глаза на меня, Библию открывает, и правда. Я говорю, ну ладно, Владыка, это один раз только Библия названа, но этого достаточно. Да я этой книги-то и не держусь, а то похвалил ее, говорит. Тогда вытаскивает Библию, вот у меня Библия, я по ней занимаюсь. Я беру, открываю, она хрустит. Я говорю, вы ее ни разу не открывали даже. Ой, как вы догадались. То есть было, что и юмор был, разговаривали. Но остальное бывает, говорят, забвение иногда. Я еще могу сказать, прости ему Господь, он ушел на суд Божий. Я от него ничего не скрыл. Я все говорил, а то у нас искушение какое сегодня. Какое же искушение-то? Да собрались, говорит, Владыку утешать, это мне уже там один говорит. Утешать. А что он? Утешать. Замуж, женится. Да ему 50 лет исполнилось. Утешать, как девку красную. Ну и решили там, накупили вина, и вывозьки вывешили за окно, чтобы остудить-то. А которые семеновисты-то стибрили-то все и выпили. Искушение. Ой-ой-ой. А когда бутылки вывозили, полную машину пустых бутылок из епархии. Ой-ой-ой. Я это знаю не понаслышке, потому что я там был. У меня родственник очень близкий, там работал. Вот так. Я когда насчитал златоуста, представьте себе, но в первую очередь уже ему, они там переписали уже на маленькие кассеты, и он слушал. Я говорю, за жизнь свою столько не просчитал, сколько нынче за Великий пост прослушал. Хожу вот по ограде и слушаю. Он сильно был доволен. Я говорю, а чего же никто не насчитал-то? Мне Бог положил на сердце, я насчитал 12 томов. 12 томов жития святых. А составляя каталоги, я в общем в системе это прошел на 10 раз эти жития святых. Разные каталоги, симфонии. Мне это надо, вам это же не надо. Так вы духовный руководитель или это печник и сторож? Меня спрашивают за печник, дымят, не дымят. Интересно получилось почему-то. Я как-то всю жизнь так интересовался всем, все, что происходит вокруг в какой-то степени. Но вот почему-то не попалось мне по жизни ваших вот этих всех незаписей ничего-ничего вообще никогда. До этого года вообще ничего не было. Я тоже на Алтае тут жил. Но это я не знаю, почему. не попалось. Ну, значит, не попалось. Не попалось. Знаете, вот иногда не знаешь даже что и как будет. Сейчас одно место, а Володя заснимет. Потом вы это, когда будете смотреть, вы увидите. Вот недавно, ну, несколько дня, четыре назад, мне пишет одна душа. Вот она сидит. Сейчас вы потом ее увидите. Такая красавица сидит среди цветов. Видно, молодая, и видно, что очень молодая. Очень молодая, и, ну, просто она на солнце сияющая такая улыбка. И пишет. Доброго здоровья, Игнатий Тихонович. Когда-то в детстве очень любили с семьей слушать цикл рассказов под названием «О тьмы к свету», начитанные вами на магнитофонные катушки. С тех пор прошло много времени. Пленки устарели и пришли в негодность. Я слышала, что вы перезаписали свои труды на цифровые носители. Пробовала найти в интернете, но, увы, ничего из этого нет. Скажите, пожалуйста, как и где можно найти и приобрести эти чудесные рассказы? Или же из каких источников вы их брали? Очень хотелось бы вновь услышать или прочитать эти полезные повести, окунуться в детство, а также и детям дать прослушать. Заранее благодарю. Вот она сидит. Зовут ее как? Емилия. Представьте себе. Да самое-то главное не это. Очень-очень важное то, что она является дочерью лютого врага моего. Вот как. Который терпеть не может. И он содрогается. Всякие мерзости может говорить. И книги попадут, я сожгу. А вот дочь в это время видимо из дома уже вышла. Красавица. И вот дня три назад это написала. Я ее не подставляю, потому что все равно в интернете. Ну понимаете, что она вспоминает детство. А где это? Это стоит у меня на нашем сайте. По-русски зарядите сайт. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И там найдете аудио, где аудио. И там разные материалы. И там от тьмы к свету есть. Я из всей мировой литературы выбирал самое ценное по вере. И все это насчитывал. От тьмы к свету. Четыре, пять пленок было даже. И она вспомнила теперь. Дорогая душа. Вот удивительно так где. Это на сегодняшний день. Он сегодня враждует против меня. Безминно. Притом мы с ним один раз встречались, там лет, может быть, сорок назад. Против вас многие враждуют. Ну, а потом приходят каяться и плачут. Я как стал вам интересоваться в последнее время, значит, все, что у меня есть. Вот если у меня брат во Христе, значит, мы с ним, ну, мы с ним как, не враждуем, конечно, вот, но тем не менее по отношению к вам у нас получилась полная противоположность. До того он никак не может вас принять. Ну, пускай он скажет, что я должен исправить. Я хочу попасть в рай, но я не прав. Я не защищаю себя. Но ты мне выскажи по пунктам на основании во свете Библии. Вот это ему трудно. По пунктам это трудно. Вот, вот дух не тот, не люблю и все. А по пунктам, ну, попробуй, может, по пунктам смотришь. Ну, а какой христианин-то, если ты злобишься? Написано, простим, ведение, неведение. А с тобой, ну, помнишь, брат имеет, положи жертву, потом принес. Он не злобится, как бы, нет, не скажет. Нет, это не чистая молитва. Ты должен быть светлый перед Богом. Ничего ни на кого не имею. Вы понимаете, однажды я пришел в прокуратуру, а у меня близкие отношения с прокурором края, он генерал-лейтенант, вы знаете, что это за звание. Пороскун, Алтайский край, Юрий Федорович. И в это время вышел его помощник, генерал-майор, Воронин, кажется, Владимир Павлович. А тут все прокуроры сидят. Ну, и я около дверей прижался. Он вот так зашел, руки скинул. Ой, а вы знаете, кто это? Ну, а кто меня знает-то? Тоже не знает. Да это вот такой человек. Мы его конфисковали, посадили. А он вернулся когда и сказал мне, а мы за вас молились. Вы знаете, меня прожгло это. А следователь говорит, не следователь, а судья, который меня засудил и отправил в тюрьму. Вы, наверное, детей наших проклинаете. А Владимир Александрович, я говорю, мы молились все время за вас. Так он приехал и у меня книги купил. И вот этот человек-то, генерал-майор, то он им говорит, что он за нас молился. Вы понимаете, нет? А теперь в городе встретился, он как друга меня встречает. На пенсию пошел. Почему? Потому что я иду путем Господнем во свете Библии. У меня нет врагов. Они враждовать могут, но врагов нет. Враг только тогда, когда я его посчитаю за врага. А я считаю его благодетелем моим. Он меня побуждает к Царству Небесному. Протопопа вакуума. Пашков его пытается, ружье дало осечку. Он снова и опять осечка. Он говорит, благодать в устах твоих. Афанасий, благодать. Потому что гонители, которые сегодня против нас, они увеличивают нашу славу вечности. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ему выпала такая роль гнать меня, а у меня другая роль терпеть. А что я должен делать? Я говорю, тебе что сказано было? У меня убить или бить только? Бить. А убить не дано указания. Ну, бей, пока не убивай. Я говорю, а вам что? Я говорю, мне дано указание, молиться за вас. Вот какие разговоры у меня были со следователем. Ты делай от своего хозяина, получишь награду повышения, а я от своего. Но в то же время человек сам выбирает свой путь. Да. Как американцы говорят, make your choice, сделай свой выбор. Вот. Это надо постоянно повторять. И я его сделал. И мне встречаются люди, которые когда-то не пропускали мои статьи, а я же в разных университетах, школах, техниках, милиции везде вел занятия. Три радиопрограммы регулярно вел. А знаете, вот перестройка-то, а теперь ваша версия самая правильная. Я говорю, у меня нет версии-то. У меня оригинал. А вы что думаете, ваша версия оказалась верная? Вы как на своем коне оказались. Вас везде приглашают, воинские части, за мной едут. Везде я выступаю в кинотеатрах, а они никому не нужны, остались. Решали мои труды печатать, не печатать. Да люди не примут. Я говорю, а теперь посмотрите, каким тиражом и кто их считает. Это Бог делает. Я выбор сделал 53 года назад. Я понял. И не пожалел. Мой Иисус, я жду с Ним встречи. Каждый восход солнца, закат вечером, он меня немножко тревожит. Господи, не в эту линущу мы встретимся уже лесом к лицу. Что у вас сейчас происходит? Сейчас вот уже не приглашают вас на какие-то мероприятия на осень? Ну как сказать? Где были, мы там везде приглашали, я в храмах говорил слово. В Москве, Тбилиси, Лиссабоне. А вот тогда, когда было, сейчас. Я просто... Говорили, что и в университет отведутся, и в течение. Сейчас нигде нет, везет, все закрыто. Все закрыто. Указание Москва дала. Потому что столько сектантов понаехало, и о людях не могут разобраться. Я вел занятия в летном училище регулярно. Я в курсе, вы это говорили. Понимаете, что от нас не зависело. Вот в последнем университете я вел занятия 18 лет. В одном университете только. Так я вел в пяти университетах. Десятки школ. А теперь этого нет? Ничего нигде нет. Иди, к слову сказать, я служил в морфлоте, как заключает глухонемые показывают М и Ф. Это морфлот. М, Ф. И сейчас у меня я все отставил. Писал стихи, не пишу. Говорил в храме проповеди, не говорю. Издавал. Писал книги, не пишу. Издавать, не издаю. Нигде ничего. Я оставил МФ. Молитва и форум. Ну, форум сейчас, наверное, в наше время самый эффективный способ университета. Тут охват такой громадный. Да. Возможности. Не надо никуда ехать. У меня тысячу пятьсот, кажется, семьдесят тем. Я читал, что это там. Девяносто две тысячи семьсот девяносто наших видеороликов. У нас есть что взять. Пусть все смотрят, кто с нами. Я смотрел, да, много интересного, конечно. Красота. Да. Я когда-то в уголовном розыске занимался. Собака была в уголовном розыске. высшая. Вот ищем мы ездили в прошлом году, там, позапрошлом. С нами собака ездила. Она чемпион России. Под защитной караульной, под воеборью, чемпион. Ну, а я-то занимался в уголовном розыске. Ну, это высшее образование собаки. Следовая работа, уже пройдет сколько часов, вы найти, поймать человека, задержать это. Так я сравниваю. Я говорю, ваши собаки чемпионы-то. По нашей мерке, когда я занимался в уголовном розыске, они годятся только, ну, во второй, третий класс начального образования. Даже близко нету. Какие пониженные планки стали. с собаками как оказалось, что вы это умели делать? Ну, как, любовь? По любви больше никак. У меня везде, всюду была любовь. Вот приехали, там, профессор психологии, и лагерь наш со всех сторон исследует. И там, ФСБ, и кого только не было, и прокуратура. За один год три года уголовных дела возбудили, все сдохло, и кто подал, я подал на них в суд и разгромил Господь их. Почему? Вывели, говорит, главная движущая сила детского лагеря с большой буквы любовь. Они не любят ни детей, ни животных, ни птиц. Почему такой вот он у меня, видите, ручный иммун, это сегодня так, послезавтра будет два месяца. Два месяца. Я его видел у вас еще, когда он был желтенький. Да, вот он. Два месяца будет как из яичка вылупился. И смотри, как он ведет сюда, какой он отчаянный. Ой, 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 недоволь. Ну еще ты так сердишься-то. Ну ладно, ладно, на. Я смотри, с любовью к тебе, на, ешь. Ну, рассердился, какой деловой. Вот и все. Любовь. Первый раз я столкнулся с вашим именем, это было лет десять назад, ситуация была такая. Батюшки наши изгреваши книги, вот, я не совы, если не слышал о вас ничего. спросил все за книги. Ну, сказали сектант. Сектант. Ну, как бы для меня было достаточно, священники сказали, ну и все. Я не обратил большого внимания. Ну, их не много было, они у бабок выманывали, у бабок. Я не привел на исповедь причащаться, пока ты не отдашь. Некоторые не стали ходить в церковь, я знаю. Это они похвалялись друг перед другом. Сектант. А в это времена не сегодня. Во времена Киприана Карфагенского, Дионисия Александрийского народ был настолько необразованный, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Да, в истории все только не бывало. Христа считали, что силой князя Бесовского Вильзиулы изгоняют. Ну и что? На апостолов говорили, это всесветные возмутители пришли сюда. На Павла 40 киллеров. Ну и что? Они вокруг моей колокольни бегают, у них-то ничего нет. Павла после этого сколько там? 470 охранников защищало. Еще там священники где-то, они как были какие-то, такие остались. А мы за это время что прошли? Сколько мы осеменили? Мы прошли всю Европу, Скандинавию, Прибалтику, а они сидят. А то у нас-то еще нету. Да к нам есть что дать. Я 50 лет копил материал, 9 лет не вылазил из-за компьютера, больше 30 тысяч часов провел. Издал книги и бесплатно раздаю в библиотеке. Это что-то стоит? Скандинавию съездили, а в Крутихе не побывали. Ну что это такое-то? Были в Крутихе мы в библиотеке, там полный комплект 38 книг моих. А когда вы тут были? Три года назад. Вот как? Да. Не вопрос вообще не в курсе. Ну, я не могу знать, как это. Мы были во всех до единого района Алтайского края, во всех до единого района Новосибирска, во всех районах Кемеровской области, во всех районах Красноярского края. По центральным городам до Владивостока порт Находка. И по городам, которые можно было достать. Нам есть что показать. Полностью в каждой библиотеке Ставропольского края, Краснодарского края, где мы были, были. Так смотрите, какое расстояние. Во всех мусульманских республиках, национальных библиотеках мои книги есть. Мне интересно это. Ну, они жгли-то от неразумия своего. Я только могу сказать, прости им, Господи, они не знают, что делают. Будут убивать вас и будут думать, что тем служат Богу. Убивать. Мы Евангелие раздавали, а священники гонялись. Евангелие, чисто Евангелие, сжигали церковные ограды. Еще спрашивают с них. Я патриарху Кириллу написал, говорю, какие антихристы прикрываются вашим именем? Почему-то раз вы не в подчинении московской патриархии, то уже, как они многие говорят, все уже человек не православный. Православие не определяется патриархией, а оно определяется духом святым. Вот, видите как. Я по канонам, они каноны попирают. Я доказал, из 719 канонов 413 ежедневно в каждом храме нарушаются. А у нас ни одного. Они от злобы лопаются. До 30 лет не должен быть священник рукоположенный-то. Они, 90% они не настоящие. Это так. А как вы считаете, вот эти, все эти каноны, их действительно надо сейчас соблюдать? А кто сказал, что не надо? Ну, нет, я спрашиваю. Я вам отвечаю. 6-й Вселенский собор, второе правило, говорит, это трубы Духа Святого. Вот как называется. За мной подыскиваются священники, собираются вместе, недавно сообщили в Почаево целая группа собрались, там комиссия против меня. В двух епархиях проходит время, нигде ничего нету. Я говорю, вызовите меня, книги уже 10 лет. 10 лет можно было прочитать. А они ничего не считали. Они не знают. Ну, значит, нет к чему признаться, что говорить. Мне говорят, да конечно, вас будут вызывать на суд, смущение, самоубийцы. Наш батюшка тоже, как вот, я сказал, что это, заинтересовался. Он, 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 отслушает, вы знаете, скажите, вы им скажите, скажите, вы можете на бумаге написать, что Игнатий, не могут ничего. Он, 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 он от себя, ну, ладно, скажи, ерекий, скажи, ерекий, давайте подтвердите это, бумагу и печать поставьте. А к нам приезжает архиерей ваш, Сергей, Максим, а середиками, кто молится, их отлучают и сана извергают. Да, понятно. Ну и все. Вот просто пустая злоба и все почему-то. Больше ничего нету. Нету. Если есть, они любят Бога, они должны мне сказать конкретно, чтобы я исправился. А они ничего не могут сказать. И поэтому я еще больше убеждаюсь, если они лгут, это означает за мной, за настоящим, ничего нету. Зачем бы они выдумывали? Если я фашист, они бы доказали бы и посадили меня. Если я антисемит, они бы доказали, посадили. Я вор, они не могут еще доказать. Ни одного обвинения. То же самое с Кураевым происходило год назад. Он говорит, вызовите меня в суд. Я зачастую, что от меня судили. Ну, за те дела. Никто ничего никуда не вызвал. ой, с Кураевым беда. Я писал ему, Андрей, говорю, пока не поздно, приезжай ко мне. У меня тут второй этаж, нары готовы. он развалит ваши нары. Он у меня приезжал, все книги покупал, все книги. Он здесь был, где я сижу сейчас, здесь он был, Андрей Кураев. Сейчас не общаетесь? Нет. Ну, я был в Москве, его там не было. Я через него, собственно, стал верующим. Какие-то из него попались мне книги, и вот я, ну, пришел как-то... Я ему благодарен бесконечно, конечно, за это. Вот. Вот один человек в интернете, очень хороший, он преподаватель в университете и в академии, и ведет занятия при епархии, катехизаторские курсы. Красноярский край, Соболев Юрий. И вот он где-то услышал, или был это, Андрей Кураев объявляет, а вы знаете, кто самый знаменитый, там, называл такие эпитеты, миссионер наш, современник-то, никто не знает. И он меня называет. И он через это начал искать, и меня нашел, и вышел. И мы стали большими друзьями. Одно слово Андрея Мабронина имело вот такой результат. Я таким себя не считаю, я вообще никакой. Я каждому говорю, у меня нет специально-духовного образования. Я все достичь самостоятельно. Ну, все равно у вас какие-то таланты очень большие. Ну, талант это от Бога. Я трудился, старался. Что говорит? Хотя бы даже там изучение языков, даже вам как-то... Ну, это любовь. Опять же, я любил это. Мне нравилось это. Меня никто не заставлял этому. Все, что я делаю, я делаю по счастью. Что интересно? Обо мне все в интернете, кто встречается и друг другу передают, говорят, мы встретили человека, более счастливого не встречали никогда. И говорят, это профессора, знаменитые. Я прихожу, там генералы сидят, а мы только о вас говорили. Это самый счастливый человек, которого мы знаем. Я говорю, а чем определяли? Вы делаете то, что вам нравится. Вот. Вот и все. Весь ответ. Человеческое счастье тем выше, чем большему числу людей он приносит счастье. Чернышевский, Николай Гаврилович, и она за моим столом никогда не было пусто. И не было ни одного лишнего. Никогда. Да. Ничего не скажешь. Конечно, будет, все сделают. Это так. Да, я благодарю моего Бога, что он меня избрал. Перестать. Хорошо, люди смотрят, это не по-христиански. Дерешься. Ну. Ну, ладно, Игнать, технику. Хозяйка, ты вы? У меня есть еще темы для разговоров, но мне как-то не хочется сейчас. Ничего, ладно. Нет, первая встреча просто... Скажите, вы могли бы вот этих клеветников найти и пригласить сюда на скайп? Ну, они не клеветники. это, собственно, кто? У меня тут и клеветников-то их не... Ну, который называет эритиком-то, он клеветик, я не эритик. А, батюшка наш? Ну, я не знаю, кто там. Это батюшка. Ну, и призови его, скажи, пойди, в глаза выскажи ему все, мне. Ну, что, разве он пойдет? Так это и говорит о том, что у него ничего нету. Вон, посмотрите, вот моя Ольга, вон она, на кухне спряталась. Вот. Лапкин, это не православный, он не в патриархии, он ругает наших священников, он не православный. Ольга, иди, скажи, иди, скажи, а почему я должен ругать их? Я не ругаю вообще, не спорю никогда, но я возвестить должен, что они крестят неправильно, рукополагаются неправильно, литургии ведут неправильно, причащают неправильно, все искажено. Почему они должны говорить? То, что они все делают неправильно, от Бога, кто им за это будет? Гибель, вечная гиена. Ян Затаус говорит, если одна душа, одна, погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за это, ибо эту душу умер Христос. По сути, вы пытаетесь их спасти? Конечно, потому что я люблю их. И посмотрите, вот, и посмотрите, какое неприятие, она даже подойти не хочет. Ну, я не знать не знаю ее, я уже буду молиться за нее, чтобы сердце ее умягчилось. Мы можем быть большими друзьями. С вашего позволения. Вот ради Бога. Вот так. потому что как-то меня сильно там захватили однажды, поставили даже фильм против. Ну, специально человека, с ГТРК Алтайского края, Лавриненко, Николай Сергеевич, бывший летчик, такое он отоделал. Ну, и неправду все написал, приезжал, неправда там. Газета Московский комсомолец на Алтае 47 раз оболгали в одной статье. Я потребовал, так называется, сатисфакции, удовлетворения, извинения. Нет, я подал в суд. Они в пух и прах продулись, заставили заплатить и опубликовать. Так по телевидению показали, что были неправы и прочее. А он-то надувался, да у меня знакомый брат там, родной в КГБ, тебя заплюют, ты из дома не выйдешь. Все кончилось. Их с работы поувольняли и кончилось. И ничего больше нету. Я говорил, этого делать нельзя. Я, конечно, скажу батюшки за веки его поговорить. Брату своему тоже скажу, но уж как они. Я готов, пусть они на бумаге напишут вопросы, чтобы не путаться. Я готов им ответить во свете Библии. Запомните, во свете Библии. То есть, во свете, который будет на страшном суде. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить. 12.48 Евангелия от Иоанна. А я этот первый день, когда просчитал, 53 года назад, я понял, все остальное не имеет никакого значения, потому что Бог меня будет судить по слову. И поэтому я устремился к этому, познать волю Божью. На корабле, на корабле, в кубрике, я стал сразу этим заниматься. А уж дальше Бог разбил и понес. Я не пожалел, что встал на этот путь. А люди, которые там против, кто-то у вас рядом, для меня это никак не касается меня. Это они избрали такой путь. На них я ничего не имею. Они ходят в храм, не понимают что-то. Это их выбор. А если мы будем знакомы, будут читать мои книги, они будут знать все. Я отвечаю на 4124 вопроса на сайте. Посмотри, там 55 папок стоит. Я все смотрел. Ну и все. Но давайте обвините меня. Еще я неправильно сказал. Я перед народом. Еще я неправильно сказал. Я не хочу погибнуть. Обличите меня. Не шепчите за углом. Это не положено, говорит. Притаиваются. Следят за мной, Давид говорит. Вы же апсалтыр-то считаете. Я за вами не слежу, ни за одним, ни за кем. Если вы приедете, мой дом открытый для вас. Вы голодны, не ляжете спать. Приедете крестить, а вы будете допущены. Я уже вас узнал. Спасибо. Павел знает. Вы говорили о Павле Ермоленко, да? Да, да, да. Вас может привезти сюда. Мы давно хорошо знаем. Это хороший батюшка, очень ревностный. Мы не сильно знакомы. Ну, знакомы, но слегка. Но я вам сказал о нем. Ваня у него сын. Отличный парень. Просто замечательный парень вырос. Единственное у меня, знаете, какое тут возникло такое сомнение с отцом Павлом? Он, значит, у него епископ Тихон Пасечник. Да. Вот. Что-то я сунулся в интернет, а Тихоне Пасечнике нет информации. Какие-то у него такие биографии, значит, там это вообще пустоты большие. Это тревожно. А что именно настораживает? Он законно рукоположенный. Законно рукоположенный. И поэтому все остальные вопросы решаются только нравственно. У них главное, у всех то, что, почему вы не с ними? Мы пойдем. Сегодня у них будем. Мы не можем пойти. потому что у них на первом месте стоит, чтобы мы признали Московскую Патриархию безблагодатной. А на это мы никогда не пойдем. Вот что-то какая. Я вот 53 года проповедую, сколько людей пришло, и все до единого идут в Московскую Патриархию. На меня нападали, и в интернете там обращаются и говорят, батюшка, там отец Сергий Нижегородской области, епархии. Вот мы не поймем, Игнатий, вот ну какой он веры. Он говорит, а люди у него бывают, что обращаются? Да, батюшка, там много людей. А куда он приводит? Да к Патриархию, ну еще вам еще надо. Если куда он людей приводит, это его вера и есть. Чего он повезет-то в чужой дом? К иеговистам я не поведу, к субботникам не поведу. Вообще. Батюшка, одним словом, ой-ой-ой, начали там, Глеб Грозовский там за за детей, за малолетних. Вы как? Я всех призвал на молитву, хотя он обо мне отзывался не совсем ласково. Вот и все. Я всегда говорю, лучший, который сейчас миссионерствует, это Олег Стеняев. Он приезжал, потеряевку был. И где-то недавно встречаюсь, он в Германии, там одна обратилась, он против меня там сказал, а ты мне это никакой роли не играет. Я еще сильнее стал за него молиться. Я его знаю, я его больного в московской клинике посещал. Я его знаю не понаслышке. Он самый лучший, почему у него Библия открытая. Он по Библии говорит. Но и там тоже есть так, завернет, как Осипов. А почему? Ну вот этого дальше нельзя, перекрещивать нельзя. Да не было крещения. Они дальше не идут. У них полумеры. Они боятся. Почему? Боятся страх, что его... А у меня нет Ниссана, ничего, я ничего и не боюсь. Они что думают, чем пугать? А я добровольно сам это все выкинул за борт. Есть такой рассказ. Один купец, немолодой уже был, и у него прислужник один был. Он наторговал, и сундук везет, там золото. А моряки прознали. И решили его убить и завладеть. А мальчишка пришел и сказал. Он сразу тогда сказал, еще говорит, день идет, попроси там, я заплачу им, чтобы вытащили сундук мой на палубу. И скажи, соберите всех на корабле. Пусть все знают, какой я богатый. А эти, которые вынесли, и он им дал хорошую цену, и говорит, вы до конца выполните, что я скажу. Меня сегодня ночью убьют. Тут восемь человек уже сговорились. И подсказал, вот это я там-то, вот тут я работал, вот здесь-то я ездил, тут купил корабль, показывает, джемщики, бриллианты. А в конце говорит, и так, из-за вас я гибну. Возьмите за четыре угла за борт, выкинул и бросьте покрывало туда. А кто хотел убивать, они теперь, а что убивать-то, за что убивать-то? Вот так. И поэтому у меня, что самое ценное было, я выбросил все за борт. И меня нечем было пугать, за что бы у меня нет, мы тебя лишим, квартира у меня ее нету. А вот такое будет, мы лишим диплома, я его бросил сам. Они не знают, чем меня пугать, и не пугают никогда. Я заранее это узнал. Если бы я был священник, меня бы сегодня же они запретили. Они не могут меня взять никак. Почему? Если бы я был в московской патриархии, у меня не было бы сайта такого. Форума не было, деревни, лагеря не было бы, поездок миссионерских. Меня бы не было. Вот почему я не могу там быть. Потому что они лютые волки. Они ненавидят всякий свет. И все. И они ничего не могут сделать. А почему я за них молюсь? Который Максим был, Дмитриев, отправили там елец. И я за него молюсь продолжаю. Горбачева сняли, я каждый день за него молюсь, за ним взору молюсь. У меня другой подвиг. Да, я знаю. Вот и все. Мне интересно жить. Один метод борьбы. Один метод борьбы. Господи, откроем истину во свете Библии, чтобы они поняли, как хорошо жить в любви. Да. А тут вот, я тут коснулся немножко там, в мосибирстве митинги православные там идут. А что, Аня, насчет чего, если не секрет? Ой, вы этот шум не слышали. Там театр поставил, что там, опера, в которой, современная опера, переделанный вагнер на современный лад, и использовали образ Иисуса Христа, значит, ну, в таких ситуациях, в общем, там, эротическое что-то там, такое вещи там, и плакаты там были, эротического содержания, и Иисус Христос там же был присутствовал. Вот такие вещи. Ну, опера. Ну, вот и... Но они это не первое. Во Мхате они уже показывали. С ними там, это, с Орионов воевали, приходили. Ничего не надо делать. Они на свое найдут. И как в это, во Франции расстреляли, на Мохаммеда рисовали-то? Они дождутся своего. Ну, митрополит Тихон призвал, сначала подал на них в суд, суд в их пользу был. Тогда он, значит, вот в это воскресенье призвал сделать митинг против них. против этого. Не надо ничего делать. Не надо. Ну, конечно, не надо это все. Какие методы-то? Это метод один только. Любовь и молитва. Ничего больше нам не дано. Если бы я был мусульманин, я бы сегодня пошел, зарядился здесь, рванул их, и все, ни одного нету. Я согласен с вами совершенно только так. А эти все какие-то... Вот только... Зато вот эта реакция у христиан-то мало в стране. В основном-то... И реакция-то на это пошла, какая смотришь по интернету, вся начинает злоба и все больше. Ну да. На веру. Вы знаете, которые в храме Христа Спасителя это присудни-то были. Я говорил, ни в коем случае трогать нельзя их. Да, я видел. Вы знаете, я говорил, храм забереть на три месяца и на улице молиться, а потом осветить его. Вот позиция однаковая Кукураева у вас и, кстати, у нынешнего нашего епископа Сергия. Да. То же самое по этим присудням. У нас есть ролики, где мы перед храмом Христа Спасителя в Москве молимся об этом. Видели? Вот и все. Ну, если ничего нет, отпускайте. Да, конечно же, ну, как, ну, как, ну, ну, ладно, вы все сказали, тут все ясно. С Богом, смотри, Христа. С Богом, смотри, Христа. За две недели, если еще-то будет не раньше, тогда выходите. Хорошо. Вот тоже день, с Богом. Аллилуйя, во Славу Божию. Слава Христу. Ну, прощайся, Голубок, прощайся, вот, смотри. Ну, хорошие люди пришли к нам. Редактор субтитров. Продолжение следует...